Добрый день, друзья! Я хочу на это место пригласить Божьих дочерей и сыновей, детей Божьих, тех, кто родился в сентябре. Проходите, пожалуйста, давайте их поприветствуем. Проходите, не стесняйтесь. Церковь, давайте поприветствуем их так, как будто это наши дети. Можете пока ко мне повернуться. Слава Богу за вас. Я хочу пожелать вам на этот Новый год жизни. Вы знаете, есть такое место во Второзаконии 29.29, что сокрытое принадлежит Господу Богу нашему, а открытое нам и сынам нашим до века. Знаете, да, это место? И вы знаете, что очень много мест в Новом Завете, где Бог сказал о том, что тайны, тайну Он свою нам открыл. Я хочу прочитать просто несколько мест Писания о тайне. И хочу вас благословить, чтобы в этом году вы познавали его тайны, потому что они приготовлены для вас. Слава Божья облекать тайное дело, а слава царей исследовать дело. Это притча 25 глава. Вы, как сыны Бога живого и дочери, вы те, кто имеет право, имеет возможность исследовать то дело, которое Бог облек тайную. И место из первого послания к Оринфинам. «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». И дальше, часто это место, как бы этот дальше стих опускается. «А нам Бог открыл это духом своим, ибо дух все проницает, и глубины Божии». Я хочу вам пожелать в этом году, чтобы вы продолжали искать его тайны. Продолжали, если что-то вам непонятно, то просто ищите ответ, потому что Бог хочет вам открыть. Он желает открыть. Он отдал своего сына на крест, чтобы для нас был доступен этот путь и откровение его тайн. И я хочу просто, знаете, сказать, что когда мы что-то не видим или для нас что-то сокрыто, найдите слово мудрости, найдите слово, которое от Бога для этой ситуации. Потому что для каждой ситуации есть ответ у Господа. Для каждой ситуации. Чтобы то, что будет для вас непонятно, вы всегда могли найти в нем эту открытую тайну. И тогда это открытое уже будет принадлежать вам и детям вашим на многие поколения. Я хочу сейчас предложить вам повернуться к залу церкви. Давайте поднимемся и благословим. И вы также принимайте это для себя, как ту тайну, которая даже не одну, а несколько, много. Тайны, которые Бог хочет открывать. Но для этого нужна жажда. Для этого нужно, чтобы мы не останавливались и искали Его лица. Потому что, когда мы ищем Его лица, мы находим эти все ответы, которые нам так нужны. Иисус, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за каждую дочь Твою и сына Твоего. Я благодарю Тебя, что Ты дал им возможность родиться на этой земле в этом месяце. Я благодарю Тебя, Иисус, что это месяц сбора урожая, что это месяц, когда открываются хранилища для наполнения. И я благословляю сейчас каждого из них открыть хранилище сердца своего, чтобы Твои небесные зерна, небесные семена могли опуститься туда. Я благодарю Тебя за сокровище Слова Твоего. Я благодарю Тебя, Иисус, что Ты будешь открывать им в этом году особенным образом свои сокровища. Будешь открывать им свои тайны, тайны неба. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты приготовил это для нас, для каждого, кто желает, для каждого, кто жаждет, и для каждого, кто не останавливается. И я благословляю, Господь, Твой народ, который пред Твоим лицом стоит, быть теми, кто не останавливается в движении, в поиске ответов, в поиске откровений. Господь, я благословляю Тебя сердца никогда не разочароваться. Я благословляю Тебя сердца никогда не отступить. Я благословляю Тебя сердца всегда быть под покровом Твоим и защитой Твоей. Я благословляю Тебя сердца находить Слово вовремя. Не только для себя и своей жизни, но и для тех, кого Ты даешь вокруг них. для детей их и внуков их, для будущих поколений их, Господь. Я благодарю Тебя за каждого, кого Ты дал, Господь, в их жизнях. И я благодарю Тебя, что Ты дашь и слово вовремя, слово мудрости и слово знания, пророческое слово. Я благодарю Тебя, Иисус, и я благословляю этот Новый год жизни, чтобы тайны неба были открыты для них. Тайны неба были открыты для них. Дух Святой в Тебе, спасибо Тебе, благодарю Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Мы поздравляем вас. Вы можете повернуться сейчас сюда и еще послушать песню, которая для вас будет звучать. Дорогие возлюбленные, садитесь, пожалуйста. Это рассказ в сопровождении музыки. Дорогие, я хочу поздравить и благословить этой песней всех нас, и особенно именинников. В первом послании к Фессалоникийцам, пятой главе, последние стихи говорят о том, чтобы мы с вами всегда радовались, непрестанно молились и за все благодарили. Друзья, и это не просто так слово написано, ибо такова есть воля Божья о нас во Христе Иисусе. И вот об этом песня, о том, чтобы мы с вами всегда благодарили Бога за все. Отец семьи богатой в деревню сына взял, Пусть мальчик жизнь увидит без иллюзий. Ему хотелось, чтобы сынишка осознал, Насколько могут бедными быть люди. Они пробыли сутки в семье у бедняка, Отец его спросил по возвращении, Понравилось ли сыну, и понял ли он, как Бедны бывают люди в наше время. Понравилось, конечно, сынишка отвечал, Отец спросил, чему ты научился. Таких людей хороших я, папа, не встречал, А как они богаты, удивился. У нас одна собака, у них четыре пса, У нас бассейн, у них морская бухта, У нас есть сад, у них же бескрайние леса, И нас не стало жалко почему-то. Не потому, что светят в саду нам фонари, А их просторы звезды освещают, Они готовы Бога за все благодарить, А нам всегда чего-то не хватает. Теперь я знаю, папа, насколько мы бедны, Отец, когда слова услышал эти, Лишился дара речи, и явно приуны, Но так и не нашелся, что ответить. А мой Отец небесный, касаясь бытия, Одной молитве учит неизменно. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу!